Казанский опыт. Почему русскоязычные дети выбирают татарские школы? Приходится на татарском разговаривать. Школа-город против школы-фабрики. Как школьная архитектура связана с образовательным процессом? Куда по утрам, как в неведомое, уходят наши дети. Школа приемных родителей. Как подготовить семью к опеке над ребенком? Тише, дети, я делаю вам добрую маму. Так исторически сложилось, что татарские и русские языки долго сосуществовали в Татарстане на паритетных основаниях. Для России, где большинство национальностей утратили языковую идентичность еще в годы советской власти, подобная культурная ситуация по-своему уникальна. По сей день татарский официально является равноправным государственным языком республики. Но принятые год назад поправки в закон об изучении национальных языков лишили татарский язык статуса обязательного школьного предмета. Казанская гимназия номер два остается одной из немногих школ в Татарстане, где ревностно берегут языковые традиции. На мой взгляд, между обучением химии на татарском языке и русском разницы нет, потому что химические формулы пишутся одинаково на любом языке мира. Сегодня на уроке мы пользовались системой мгновенного опроса. Для этого требуются пульты. Мы составляем вопросы и отправляем их на интерактивную доску. С помощью пультов дети дают ответы, и это позволяет в короткие сроки совершить опрос по той или иной теме. После сбора ответов происходит анализ полученных результатов. Мы можем увидеть оценку ученика. Наша гимназия, являясь национальной, должна соответствовать духу времени, и мы стараемся реализовать в нашей гимназии все достижения современной техники в образовании. Любой человек из нашего микрорайона может привести ребенка к нам. Это закон. Мы его выполняем. Вот идут русские. Я вопрос задаю. Вы знаете, у нас на татарском языке мы поэтому и ведем ребенка. Мы сами в семье не сможем ребенку дать второй государственный язык Татарстана. Мы уже планируем карьерный рост ребенка. Русские, мама и папа, они хотели, чтобы я учил татарский язык, так как я живу в Татарстане. И я сам был не против начать учить его. Здесь не курят, не пьют. Здесь нет ни цензурной лексики. Здесь все говорят грамотно. Здесь нет грубиянов. В первый класс приходят дети, не зная татарского, не только из русских семей, но и из татарских семей. Процентов 50 приходят, не зная татарского языка. Мне безумно нравится учиться на татарском. Я почувствовала этот контраст, когда я перешла из русской школы. Я не знала татарского языка и выучила его фактически за один месяц. Мне кажется, что даже неправильно учиться в других гимназиях, когда существует это. И при этом вот этот национальный компонент, что важно, он отнюдь не делается таким, чтобы был исключительно доминирующим. Вот, раз татарцы гимназии, то ученик должен быть исключительно специалистом в каком-то татарском языке или в татарской культуре. У нас Пушкинская школа детского творчества. 27 лет эта школа. Столько победителей российских. Это не единичные случаи. Каждый год мы ездим в Пушкинагорье, Москву, Санкт-Петербург, Финляндия. Пушкинская школа детского творчества предполагает, что дети в ней занимаются не только русским языком или литературой, в том числе они занимаются и музыкой, они занимаются ораторским мастерством, занимаются в том числе и художественными какими-то вещами. Я очень благодарна этой маленькой комнате за то, что она пристала мне огромную возможность путешествовать. Моя работа была посвящена сопоставительному анализу стихотворения Лермонтова и татарского поэта Дардемент. Что важно, дети владеют двумя языками на абсолютно одинаковом уровне. И русский язык, и татарский язык, зачастую еще и английский, и арабский к этому прибавляются, потому что, кстати говоря, бывают еще и международные выезды. В Финляндию, например, конференция периодически проводится, пушкинская. Я знаю татарский, русский, английский и турецкий. Я знаю четыре языка. Английский, татарский, русский и арабский. На русском и татарском языках я разговариваю свободно, думаю, читаю, пишу. Английский язык тоже на базовом уровне, а вот мой самый любимый язык – это арабский язык. Когда выбирали как второй иностранный язык в гимназии Мерджани у нас вообще споров и обсуждений не возникло. Мы знали, что этим языком должен быть арабский. Нашим детям изучение арабского языка дается легче, так как в татарском языке тысячи слов заимствованы из арабского. По словам ученых, для разговора на бытовые темы достаточно двух тысяч слов. Получается, наши ученики, зная уже порядка тысячи слов, занимаясь арабским по часу в неделю, уже могут начать общаться на нем довольно свободно. Однако наше главное направление – научить детей читать и писать на арабском. Благодаря этому я смогу общаться с представителями этих народов, поступать в иностранные вузы, возможно, устраиваться на работу. Знание языков, оно дает некоторое преимущество на бирже труда. В дальнейшем я планировал пойти, допустим, учиться на факультеты управления, менеджмент, возможно, гос- и муниципальное управление. Я хочу связать свою жизнь с лингвистикой, именно международной, сопоставительной и исторической. Заниматься, в общем, всякого рода проблемами, теориями, классификацией языков, общесемитских и общетюркских корней, семиотика и так далее, и так далее. Хочу поступить на международные отношения и изучать как минимум два языка, помимо английского – китайский и французский. В них уже закладывается вот эта мультикультурность, мультикультурализм. Они становятся открыты всему миру и без разницы, кем потом становятся. Первого сентября, в день начала учебного года, ребята собрались на митинг. Большевистская партия и советское правительство проявляют большую заботу о детях. В этом году только в Ленинграде и области открыто более 20 новых школ. Школа-институт, дающий ребенку базовое представление о мире вокруг него. Советские школы, доставшиеся нам в наследие от индустриального 20 века, были устроены как обнесенные забором заводы с классами, цехами и пространством для торжественных мероприятий. Новый век задает новые требования не только к образовательным методикам, но и к организации архитектурной среды, в которой дети проводят значимую часть своей жизни. Если очень коротко резюмировать всю историю советского школьного строительства, это движение к дешевому и простому. Из братских республик прибывают строительные механизмы. Они помогают высоко поднять темпы городского строительства. Дома, школы, дворцы. Куда не посмотришь, всюду леса новостроят. Руководство Советского Союза образовательное, оно, как и в любой другой империи, могло это решать одним способом. Что-то запрещать. Запретить чрезмерно усложнять школьные проекты и так далее. Здесь как раз возникает слово «типовой проект», за которым скрывается очень простая мысль. В ситуации, когда есть бедное государство имперского типа, оно не может предложить детям, учителям и так далее разнообразную линейку. Должно отбрасывать все лишнее. Представление о том, что может быть лишним, оно было довольно широкое. И это не только удаление с фасадов школ профилей классиков, это вообще удаление паркета, дорогих материалов. Из облагороженного шлака сделаны блоки, составляющие стены новой школы. Блочное строительство дает возможность воздвигать такие здания за один месяц. Борьба с украшательством была во всем. И хрущевская политика предполагала развертывание массовой социальной инфраструктуры в активно строящихся городах. То есть если у нас рядами идут хрущевки, очевидно, что к этим хрущевкам нужно подвести поликлинику, школу, детский сад и так далее. Школа, она стоит, когда еще стройка вокруг идет. Когда вокруг грязь, там лежат какие-то блоки. Если раньше школы интегрировались в уже существовавший городской ландшафт, то теперь, когда города начинают расти ускоренными темпами, школа – это иногда первое, что там появляется. И она как бы уже там стоит, и под нее подтягивается то, что называется ужасным словом «микрорайон». У многих могут быть разные воспоминания даже об этих серых панельных школах, в том числе очень приятные. Проект новой школы очень интересен, поскольку решен в панельных конструкциях. Конфигурация школы представляет собой замкнутая каре. Если говорить об образовательной практике, то проблема связана с тем, что советскому учителю, как, наверное, вообще любому учителю, удобно находиться в коробочке. Есть мой класс, я закрыл дверь, и никто не знает, что в нем происходит. Как только вы делаете в классе прозрачную дверь или делаете стеклянную какую-то линьву где-то, где хотя бы как-то можно увидеть, что в классе происходит, это означает, что ситуация размыкается. И я работаю не только с теми, кто передо мной здесь в классе, но и с теми, кто может это увидеть. Это очень неудобно для учителя, который привык, что он является царем, богом, самодержцем в своем пространстве. Есть одно типовое обстоятельство, которое заключается в том, что вообще говоря, в типовой школе типовому учителю удобнее работать. Никто и никак не может вмешаться в то, что происходит за закрытой дверью коробочки класса. Можно также поздравить с новосельем учеников 41-й школы. Они спешат перетащить в свою новую школу все и даже земной шар. Если говорить о городских школах, то происходит постепенное нарастание учительского корпуса. Вообще говоря, учительство – это одна из наиболее массовых советских профессий. И хотя бы уже поэтому все учителя не могли помещаться в школе. С самого начала, с постижения азов грамоты, учителя заботятся об интеллектуальном и физическом развитии детей. Если говорить, кстати, о том, чего в советских школах не было, то вот это вот места, где существует пространство для открытой коммуникации и педагогов между собой, и педагогов с детьми, вне, собственно, занятий. Таких пространств почти нет. Большая часть такого общения – это коридор или лестница. Перемена. Это название не случайное. Вы трудились, работали. А теперь отдохните, перемените труд на отдых. Основной урок советской образовательной истории, который нам предстоит еще только выучить и осознать, потому что он имеет прямое отношение к современности, это то, что большая часть истории советской школы дошла до нас в пересказах. Это пересказы статистики, кстати, часто вводящие в заблуждение. 32 миллиона школьников – это 195 тысяч школ. Это 33 миллиарда рублей в госбюджете. Это пересказы в художественной литературе, это вот представления в фильмах и хроники и так далее. Но нам еще только предстоит осознать реальное многообразие советской школы, которая далеко не сводилась к серым панелькам, вообще не имела какого-то одного типа. Это было много разных. В этот сентябрьский день в школах нашей страны за парты сели 45 миллионов школьников. Ровно столько, сколько получится, если сложить все население Бельгии, Голландии, Греции, Дании, Португалии и Финляндии – шестая часть всего населения Европы. Но даже типовая школа, она внутри себя тоже была сильно неоднородна, потому что была колоссальная проблема сельских школ. И там вообще все по-другому. Отсюда выходят будущие полеводы, механизаторы, животноводы. Растить колхозные кадры нужно здесь. Имели место проблемы, так сказать, подвоза или своза детей, потому что в той же Якутии, например, кочующие вместе со своими родителями и детьми были вынуждены преодолевать иногда 100-200 километров, чтобы браться для школы. И эта задача решалась как-то государством. Из далеких стойбищ едут ребята в школу. Для них построен интернат. В нем они будут жить до самых каникул. История советской образовательной политики – это постоянное, как сказать, перетягивание каната, если хотите, борьба двух полисов. С одной стороны, нужно удешевить, типизировать, стандартизировать и так далее. С другой стороны, это невозможно сделать в полной мере, потому что очень разно. И контексты географические, и социальные, и культурные, и так далее. Школы, скажем, на Арбате или где-то в Чертаново, может быть, различались между другом сильнее, чем школы в Таджикистане и Эстонии. Детские учреждения и школы надежно защищены от шума, ветра, городского транспорта. Развитый спортивный комплекс обеспечит широкий охват физической и воспитательной работой школьников и взрослого населения. Уровень различий, он был очень велик, и он определялся отнюдь не только национальными и культурными особенностями, он определялся, прежде всего, тем, что советскому государству не удалось, вопреки своим декларациям, устранить социальный разрыв. То есть провозглашалась эгалитарность, равенство в праве на образование и в праве на доступ к нему и так далее. А фактически и по материальной обеспеченности, и по уровню учителей, и по составу детей, которые учились, школы даже в одном городе были как небо и земля. Где бы ни жили наши дети, какой бы национальности не принадлежали, и какое бы социальное положение не занимали их родители, все они бесплатно обучаются в школах. В этом гуманизм и подлинный демократизм советской системы народного образования. В середине нулевых количество детей, оставшихся без родительской опеки, достигло в России рекордной отметки в 200 тысяч человек, что было сравнимо с национальной гуманитарной катастрофой. Активная социальная кампания последнего десятилетия привела к тому, что численность детей детдомовцев сократилась почти в 4 раза. Для того, чтобы принять ребенка в семью, потенциальные опекуны обязаны закончить специальную школу приемных родителей. Школа приемных родителей – это такой небольшой траплинчик, с которого виден этот путь, но только короткий его участок. Как правило, государственные ШПР нацелены на скорейшую выдачу дипломов об окончании и не слишком озабочены профилактикой вторичного отказа. Я училась в школе приемных родителей, государственные занятия были абсолютно формальны. Педагоги старейшей в России школы благотворительного фонда «Семья» считают, что лучше отговорить, чем уговорить, и готовят потенциальных усыновителей ко всем сложностям их новой жизни. В опеке – врут, в детском доме – врут. Нужно понимать, что дети – наше богатство. Все занятия проходят на территории одного из московских детских домов. Итак, драгоценные мои, как говорил Чебурашко, мы строили, строили, наконец построили. Мы начали эту работу 20 лет назад в стенах детского приюта, дорога к дому, потому что видели необходимость в этой школе. Приходили к нам люди в приют, хотели взять ребенка в семью. И мы видели, что им не хватает знания об этом ребенке. Я их отводил просто в младшую группу 40 минут посидеть в углу, ничего не делая, просто посмотреть на детей. И они выходили там с квадратными глазами, для некоторых это была шоковая терапия. Когда мы были в детском доме, было очень страшно туда идти. Те, кто здесь преподают, они сами некровные родители. То есть для них вот этот институт преемства – это не теория, это прожитый опыт. Первый раз столкнулся с детьми, оставшимися без попечения родителей, я в армии. И вот там попался выпускник детского дома, который вообще ничего не умел. Я думал, что он сначала косит от армии. Когда я нашел официальную статистику, оказалось, что они просто не доходят до армии. То есть 30% не выходят из системы, они из детских учреждений переходят во взрослые как инвалиды. 10% заканчивают жизнь самоубийством, и 60% либо попадают на скамью подсудимых, либо уже сидят в 18 лет. Детский дом финансируется по количеству детей. Чем хуже диагноз, тем дороже. Я познакомился с директором приюта и стал ходить в приют как доброволец. Просто помогать и, как говорится, доходился. Я в приюте, когда работал, полприюта готов был утащить домой. Эта программа необходима, потому что на машину мы же получаем права. А когда мы получаем ребенка, это редкий случай, когда человек знает, что с ним делать, когда пара знает, что делать. Мама, мама, что ты там делаешь? Мама такая, тише, дети, я делаю вам добрую маму. На сегодняшний день то, что мы даем слушателям, это как раз базовый блок, который помогает понять, нужен тебе приемный ребенок в семью насовсем или нет. Я сейчас не могу взять этого ребенка просто потому, что в моей семье не все хорошо. Это будет плохо и для него, и для нас. Когда мы только-только пришли в эту школу, у нас было такое представление, что мы будем брать новорожденного малыша желательно, до первого месяца, так скажем. У нас будет полное тайно усыновлений. Ото всех. То есть от родственников, от старшей дочери. В процессе обучения мы поняли, что это не то, что не вариант и не выход, это скорее вообще первый шаг катастрофе. Это тупик. У вас должно быть полностью взаимопонимание. Все члены семьи должны быть согласны. У нас такая история интересная получилась. Мы приехали в лагерь преподавать в киносмену с супругом и актрисой, он режиссер. И увидели Яночку. Уже через неделю мы поняли, что, ну, как бы зацепил ребенок. Но она не сирота, у нее там проблемы, родители лишены, мама лишена прав по состоянию алкоголизма. А тетя уже 48 лет. И она как бы согласилась на это все. Она сказала, что я не буду так лучше. Люди не просто отдают детей. Они сами оказываются в стрессовой ситуации, они сами травмированы. То есть то, что они не справились, не смогли дать ребенку семью, и практически разрушили свое. Это очень страшно. Книжки и жизнь – это немножко разные вещи. У меня сначала были розовые очки по поводу Яны. Теперь я понимаю. Когда в книжках написано, что дети в детских учреждениях всех взрослых называют папой и мамой. Но когда ты забираешь детей из детского дома и заходишь с ними первый раз в Ашан, и вокруг все становятся папами и мамами, ты понимаешь, что это все-таки вот что-то там в консерватории надо подправить. Когда мы здесь разбирали, на занятиях, что вот эти дети, они подбегают к чужим дядям, могут сесть на колени, обняться, как с родными. Вот у них это тоже момент есть, но над этим тоже много нужно работать. Мы поговорили со старшей дочерью о том, что это вообще такое, какие наши мотивы. Родителям не просто так можно стать, завести ребенка и все. Ты должен знать, как о нем заботиться, понимать, что чувствует ребенок. И это настоящая как бы наука. Если ты не будешь этого знать, вы с ребенком будете далеки друг от друга и никогда не поймете, что чувствует каждый из вас. Она отнеслась, самое главное, с пониманием. Сегодня был последний день занятий этих людей, и каждый рассказывал, с чем он пришел в эту школу и с чем ушел. И у этих людей кардинально поменялось мнение. Я все время только работаю, работаю и периодически на них ругаюсь. Подождите, дайте мне отдохнуть. Вообще иногда даже встречались немного эгоистичные желания и что-то в этом роде. Да, потому что я пришел в своем примере, чтобы люди брали детей. Мы поняли в этой школе, что прямо завтра мы не мчимся, сломя голову по роддомам, искать этого малыша и прочее. И мы будем к этому готовиться. Это опять же нас научили в школе. Могут быть сложности в обучении, сложности с памятью, сложности с речью, логопедические проблемы. Здесь показывают такие ситуации с разных граней. И ты понимаешь, что, допустим, вот до школы я бы среагировала вот так на ту или иную ситуацию. А вот сейчас после школы я среагирую по-другому. Я вам желаю, чтобы вас наполняла любовь. Терпение и любовь. Ребенок, когда приходит в новую семью, неважно, какого он возраста, он должен пройти адаптационный период. И для семьи важен декретный отпуск. Не нужно его отправлять в школу. Ребенку нужно понять, что он попал в семью, иначе у ребенка появится стойкое ощущение, что он просто перешел в другое детское учреждение. У него теперь есть постоянные ночные воспитатели. Дядя Миша и тетя Женя там. Им вообще школа вначале не нужна. Им вообще не до школы. То есть если вы хотите усложнить ситуацию, сразу идите в школу, и еще добавится это. То есть надо ребенку прийти в покой, в ту точку, в точку покоя, с которой он сможет развиваться. Сколько бы я могла натворить своим ребенком, если бы я не услышала всего, что нам рассказывали. Человек должен жить в семье. Чтобы семью потом создать, он должен видеть, как она живет, как она функционирует. В детском доме нельзя эту систему создать. Уходим мы с пониманием, что это делается для детей. Пусть наступит тот день, когда не будет детдомов, потому что они не понадобятся. Потому что все дети, которые рождаются, появляются на свет, они должны быть дома и принадлежать поднимаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин